В 2016 году в одном из живописных мест села Придорожного начал свою деятельность в Первом Невельском районе частный лососевый рыбоводный завод «Ловецкий», принадлежащий компании «Каниф». Место было выбрано совсем не случайно. Здесь находятся большие запасы грунтовых вод, питающие местную речушку, пригодную для разведения рыб лососевых пород. Помимо природных условий, рядом с заводом есть населенный пункт и доступ к дорожному сообщению, а также подключение к электросети. Строительство завода началось в мае. Поэтапно один за другим стали сдаваться в эксплуатацию инкубационное отделение, а потом и питомник. 10 сентября 2016 года здесь была произведена закладка первой партии икринок киты в объеме 25 миллионов. Мощность завода рассчитана на 30 миллионов икринок. 20 февраля состоялась официальная презентация лососевого рыбоводного завода «Ловецкий» с приглашением представителей органов исполнительной власти Сахалинской области и Невельского района. Этот завод – начало комплекса. То есть предприятие, которое поставило этот завод, планирует создание еще нескольких аналогичных заводов. И это позволит выйти на объемы уже не сотни, а несколько тысяч тонн возврата киты. Да, это будет пройдет 5-6 лет, но тем не менее, вот оно начало уже положено. Владимир Пак, мэр Невельского городского округа, один из тех, кто ждал этого события. На память об этом он вручил коллективу завода символический подарок. Я считаю, что это вообще событие историческое для Невельского района. Это первый частый рыбоводный завод. И то, что сегодня мы говорим, что развитие экономики для нас сегодня приоритет. И вот очень приятно, что наши предприниматели – это не сторонние, это не приезжие коммерсанты, а это наши предприниматели Невельские, которые построили этот завод. И очень приятно, что именно рыбная отрасль в Невельском районе возрождается. И, конечно же, это наполнительное сырье для наших перерабатывающих цехов, которые в свое время из-за нехватки, вот буквально 4-5 лет назад из-за нехватки сырья, просто цеха останавливали. Сегодня, конечно, это будет гарантированное сырье для наших, это рабочие места, это освоение территории, то есть это все для того, чтобы развивался Невельский район. Евгений Ульянов, директор компании «Каниф», выразил признательность правительству Сахалинской области и администрации Невельского городского округа за поддержку и содействие в реализации первого в районе муниципального инвестиционного проекта. И вручил благодарности руководителю проекта Александру Киму и заместителю директора параболовства компании «Каниф» Виктору Погодину. Для участников мероприятия была проведена экскурсия по заводу. Помещение разделено на две части. Первое – инкубационное отделение, где установлены аппараты ящичного типа. Здесь начинается процесс появления мальков из икринок. Вторая часть – это питомное отделение, представляющее собой маленькие бассейны в виде 32-х бетонных каналов, куда попадают появшиеся из икринок крошечные мальки. За ними специалисты ведут круглосуточное наблюдение, кормят, а также отслеживают внешние условия. Для этого обязательны темнота во всем питомном отделении и контроль за температурой воды. Заместитель директора предприятия Виктор Погодин знает секреты, как вырастить хорошего и здорового малька. Более 20 лет он посвятил рыбоводству, работая на подобных предприятиях на острове Итруб. Самое главное для того, чтобы получить хорошего малька – это чистая вода в достаточном количестве. Вот это самое главное условие. То есть для молодежи лосося нужно постоянно проточить воды с определенной температурой. Ну и, естественно, труд людей, которые за всем этим ухаживают. На завод трудоустроено 15 невельчан. Для работников созданы благоприятные условия труда. Построено административно-бытовое помещение, где есть комнаты для отдыха и приема пищи, комнаты для проживания, офисные кабинеты. С наступлением весны, как только на реке Ловецкой скроется лед, повзрослевшую молоть выпустят в пруд для адаптации. А затем на вольные морские просторы. Первая рыба вернется к родным берегам в 2019 году. Все затраты на воспроизводство киты предприятие «Каниф» планирует окупить как минимум через 10 лет. На самом деле мы находимся в той ситуации, когда без искусственного воспроизводства, без усилий по восстановлению популяции на соседе, мы дальше двигаться не можем. В течение двух ближайших лет предприятие планирует построить второй рыбоводный завод в районе села Шибунино. Виталий Войко, Евгений Арманенко, Невельские новости.